Расскажите, как вы чуть не умерли самым глупым образом. В старших классах поехал зимой навестить друга, который жил в Глостере, штат Массачусетс, далеко от моего дома. Я собирался переночевать у них дома, но его мама, у которой, как мне сейчас известно, были проблемы с психическим здоровьем, даже не пустила меня в дом, потому что отца нет дома, он работал в ночную смену. Друг сказал «Прости, бро» и закрыл дверь. Я чуть не умер ночью на улице при температуре минус 12 градусов Цельсия. Водитель такси увидел, как я лежал на скамейке и разбудил меня. Дал согреться и возил в своей машине на пассажирском сидении всю ночь, пока развозил пьяных людей по всему городу. Окончив смену, он отвез меня до железнодорожной станции и дал мне 7 баксов на проезд. Чувак спас мне жизнь, а я даже не помню его имени. Я снорклил и уплыл слишком далеко от берега в океане, но не из-за подводного течения, меня просто отвлекла красивая рыба. Вау, это напомнило мне о случае, когда я реально боялась умереть неминуемой смертью. Я плавала с маской и трубкой в Тайване, плыла за морскими черепахами и не заметила, что подошла слишком близко к коралловому рифу. Появилась большая волна и отбросила меня на вершину острова коралла. Я полностью потеряла ориентацию, волна за волной обрушивалась на меня и толкала меня дальше, из-за чего я могла застрять в маленьких расщелинах и утонуть. Примерно через 30 секунд, которые показались мне 5 минутами, мне удалось собраться с силами и начать ползти. Я отделалась несколькими царапинами и потеряла обувь для плавания. Ехал по трассе во время урагана и смотрел, как тонут все машины вокруг меня. Передо мной ехал огромный 18-колесный грузовик. Я ехал очень близко к нему по дороге, которую он расчищал. Он разбрызгивал воду в обе стороны, я смог ехать за ним в безопасности, пока мы не добрались до следующего съезда, за которым дорога была расположена чуть выше. Я всю дорогу молился без остановки. Высунул голову из окна машины, потому что хотел понять, почему собаки любят это делать. Дед не заметил этого, начал поднимать окно и я начал задыхаться. Дед испугался, услышав звуки наподобие кошачьих. Иронично, которые я издавал, пытаясь просунуть голову через небольшой оставшийся просвет, но в панике он продолжил закрывать окно. В конце концов он снова открыл его, на моей шее осталась красная отметина. Я так и не понял, почему это нравится собакам. Я был в аквапарке в Техасе, где была практически вертикальная очень высокая горка. Там было несколько знаков, типа «Не отталкивайтесь перед спуском». Но я был 18-летним идиотом и хотел посоревноваться со своим другом, поэтому решил оттолкнуться. После этого ненужного толчка начался мой полет над горкой, как бы в замедленном режиме. Я смотрел на бетон в 30 метрах подо мной и друга, у которого отвисла челюсть. Мне казалось, что я падал несколько минут, и в конце концов я снова вернулся на горку и благополучно спустился вниз. Хвала инженерам, которые при проектировании горки предусмотрели существование идиотов вроде меня. Я вошла в морозильную камеру в подсобке продуктового магазина. Огромная дверь закрывалась автоматически. Зная это, я вошла и сделала то, зачем пришла. Через 30 секунд я начала задыхаться. Я подумала, что просто перетрудилась, поэтому остановилась и несколько раз глубоко вздохнула. Ничего. Я чувствовала то же самое, когда тонешь в воде. Я из последних сил пошла к выходу, вышла из морозильной камеры, опустилась на колени и задышала. Позже я узнала, что кто-то по глупости оставил открытый сухой лед в тележке внутри морозильника. Сухой лед поглощает кислород из воздуха в закрытых помещениях. Я чуть не умерла из-за недостатка кислорода. С сухим льдом шутки плохи. Чуть не врезался, оставалось около 5 сантиметров, задом в складскую стойку, в которой было 2 тонны рулонов металлических листов. Когда не заметил, что на моем вилочном погрузчике был включен задний ход. Я не посмотрел на дорогу, прежде чем перейти ее. Шел задом, разговаривая с другом. Меня сбил фургон. На мне не было браслета с предупреждением для сотрудников скорой о том, что у меня аллергия на димирол, потому что он выглядит тупо, постоянно цепляет мой рюкзак, и каковы шансы, что мне когда-либо введут димирол? Оказалось, что шансы довольно высокие, если тебя сбил фургон на такой скорости, что твоя стопа чуть не оторвалась от щиколотки. Я выжил. Было проведено 7 операций, чтобы залатать меня. Некоторое время провел в коме. Мне делали переливание крови. Годы физиотерапии. Отключение стиральной машины мокрыми руками. Моя рука соскользнула на штыри, когда они еще частично были в розетке. И я думаю, что мое сердце остановилось на секунду, прежде чем я выдернул вилку из розетки. Однозначно не рекомендую. Когда мне было 14 или 15, я узнал о трюке с дыханием из какого-то тупого комедийного шоу для взрослых, которое мне не следовало смотреть. Из любопытства и глупости, той же ночью, когда я ложился спать, я сунул голову в наволочку, прикрыв подушкой лицо и туго завязал ее поясом для халата. Конечно, этот тупой малолетний идиот, то есть я, не смог развязать пояс обратно. Я испугался и начал сходить с ума, дергая любой случайный участок пояса, на который натыкались пальцы, пытаясь оттащить подушку, но в результате узлы натягивались еще сильнее. Помню, как чувствовал головокружение и отчаянно втягивал горячие и влажные вдохи углекислого газа, а затем просто ложился неподвижным и чувствовал, что мне больше не нужно дышать, как будто я могу просто спокойно лежать. И снова пытался вдохнуть воздух. Каким-то образом я, в конце концов, вывернул пояс так, что смог натянуть одну из петель на подбородок, чтобы оттащить подушку от рта. И все, что я мог сделать в течение нескольких минут, это просто лежать и дышать. Я никогда не забуду, каким холодным и чудесным был тот первый глоток настоящего воздуха. Чертовски тупой малолетний ублюдок. В детстве я решил окунуть пальцы ног в реку во время половодья. Меня засосало, я чуть не утонул. К счастью, по берегам реки были заросли. Я сумел схватиться за дерево, пока меня уносил поток воды, и начал кричать о помощи. Это произошло прямо за моим домом, поэтому наша собака услышала меня, привлекла внимание отца, и он смог вытащить меня. Еще более дурацкой эта ситуация выглядит из-за того, что я пытался отговорить друга от такого же глупого поступка. Он хотел заняться серфингом в воде реки на зимних санях. Я пошел за ним, убеждая, что это плохая идея, и в итоге, как настоящий тупица, оказался в воде вместо него. А еще позже он сердился на меня, потому что я испортил его трюк. Полагаю, дети чертовски глупы. Я был на Блецком озере в Словении, и решил, что могу легко одолеть расстояние между берегом и островком посреди озера. Как же я ошибался. Примерно на полпути я выбился из сил, с трудом оставался на поверхности. Затем мое тело перешло в режим выживания, начал выделяться адреналин, и я доплыл до островка, как Майкл Фелпс. После такого мучительного опыта, мне пришлось заплатить 5 евро, чтобы добраться до берега на лодке. Я был на концерте Pink Floyd на старом стадионе, собирался выпить пиво. Меня прижало к стене у основания лестницы, когда толпа людей поднялась по проходу. Я не мог двигаться или дышать, в лавке, наверное, было человек 100. Я не крупного телосложения, поэтому запаниковал, но поднял глаза и увидел какого-то парня, который свисал через перила надо мной. Он начал кричать мне, чтобы я взял его за руку. Он наклонился, схватил меня за руку и потянул вверх, примерно на 2,5 метра, а затем через перила. Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Он попросил охранника вызвать медработников, чтобы они осмотрели меня. Был очень близок к печальному финалу. Спускался по деревянной лестнице в доме родителей. На мне были носки. Поскользнулся на последней ступени, ударился головой о стену. Очнулся примерно через 3 часа, когда пес отчаянно лизал мое ухо. Родители до сих пор не знают о произошедшем. Во время учебы в колледже, я больше недели терпела боли в животе, думая, что это просто газы или что-то в этом роде. Мне стало так плохо, что я не могла заснуть, но все же ждала всю ночь, чтобы пойти в поликлинику утром, когда она откроется, вместо того, чтобы сразу пойти в отделение неотложной помощи. Мне сказали, что это аппендицит, и спросили, не нужна ли мне скорая помощь. Я не хотела все раздувать, и решила сама поехать в больницу. Только я доехала, и меня вырвало в мусорное ведро. Через 20 минут мне уже делали операцию. Лежала в больнице две недели с назогастральной трубкой и катетером. Врачи говорили, что я чуть не умерла. Закурил сигарету после того, как пролил бензин на свою рубашку. Я был на работе. В детстве я любила прыгать в кучи листьев. Когда мне было 28, я навещала маму, и в ее дворе я заметила кучу листьев. Ради прикола и смеха решила прыгнуть на нее, но обнаружила, что под ней спрятан медвежий капкан, который моя пожилая мама установила утром, чтобы попытаться поймать скунса. 79 швов и перелом руки, которую чуть не ампутировали из-за того, насколько сложным был перелом. Это подтверждает правило, что можно прыгать только в те кучи листьев, которые вы собрали сами. Когда-то у меня был джип с неисправным ключом зажигания, то есть машина не заводилась при повороте ключа. Мне приходилось поворачивать ключ и залезать под машину с отверткой, чтобы запустить стартер. Однажды ночью я собирался уехать от дома приятеля, в гараже которого мы тусовались. Оказалось, мой джип с коробкой автомат стоял в режиме драйв, о чем я не знал. В результате он поехал вперед, как только я его завел. Дно машины сильно поранило меня, но задняя ось чуть не убила меня. К счастью, приятель услышал, как я кричал и выбежал. Он сумел выключить джип в тот момент, когда задняя ось уже почти заехала на мой затылок и убила меня. Кроме того, я автомеханик. Нужно было просто починить чертов ключ зажигания. Когда мне было 16, я сидел на заднем сидении машины моего приятеля по дороге домой с пляжа. Мы дурачились, слушая Blink 182, и я решил превратить ремень безопасности в воображаемую гитару. Я как бы закинул гитару за спину, и внезапно на моей шее образовалась настоящая петля. В этот самый момент мой друг резко затормозил, из-за чего ремень безопасности сработал. Он затянулся на моей шее, и я медленно потерял сознание. Мои друзья запаниковали, не понимая, что делать. В конце концов, я очнулся. Мои друзья наклонили мою шею вниз и сняли через голову ремень безопасности, который оставил огромный синяк на моей шее. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok